Доброе утро! От всего коллектива сердечно, душевно поздравляем, восхищаемся и даже чуть-чуть завидуем. Как это было? Это было круто, это дистанционно был конкурс. А, то есть не вживую, то есть вы по интернету? Да, да, да. Ну, несмотря на это, впечатлений, мы так понимаем, масса. Да, я готовился очень много. Но ведь надо думать, что по интернету судьям даже, наверное, сложнее было, да, оценивать работу? Да, да, да. Они могли пересмотреть много раз, могли придраться. Ну, то есть ты делаешь вид, что сидишь, играешь, а на самом деле у тебя Петр Дранго сидит за кадром, просто из-за тебя играет, да? Нет, на самом деле можно сказать, что это двойная победа. Дим, расскажи, что ты исполнял? Я исполнял первую пьесу у меня, у меня было всего три пьесы. Первая пьеса у меня была ХТК из второго тома, доминорная, вторая незабвененная, Вильям Семенов и Наюнкина «Как у бабушки козел». Как у бабушки козел. Все композиции, все произведения выбирал самостоятельно, либо кто-то направил, подсказал, помог. Нет, меня направила педагог, но она со мной советовала сразу. То есть такое совместное, обоюдное решение. А хотелось наверняка свою любимую какую-нибудь исполнить. Ягоду-малинку. Ну нельзя, ягоду-малинку, опять же, молодежь, что служит. Нам-то откуда знать, что это надо. Дим, вообще на победу рассчитывал или вот, ну, нет? Ну, конечно, рассчитывал. Я всегда рассчитываю на победу. Ну, я готовлюсь для этого. Мне кажется, это главное условие вообще участия в конкурсах. Сразу настрой, правильный настрой. А вот интересно, просто легче самому, да, когда ты знаешь, что ты сидишь просто дома перед компьютером и играешь, и не сидят слева, справа и над тобой не подтрунивают, и не издеваются соперники. Ведь, наверное, так легче, да? Да, легче. Ну, по дистанционке можно перезаписаться, если дальше. И все. Опять же, плюс. Опять же, плюс, конечно. Это ведь не первый твой опыт, да, участия в подобных мероприятиях. Какие победы уже были, чем уже можно было гордиться? Я участвовал на чемпион... Ой, на Крадион Стар, это в Лос-Анджелесе был, тоже дистанционно. Я там, мне дали звание чемпиона мира. Ничего себе. Есть кто-то, кто лучше тебя играет? Или ты все звания собрал просто уже чемпион мира, чемпион Кубок России и все? Не знаю, не знаю. Вот я готовлю сейчас на конкурс. В следующем году хотим с учетом поучаствовать на Кубке мира. Уже хотим на Кубке мира. Мне кажется, дальше только Баян вселенная уже больше куда-то. Если я уже чемпион мира... Нет, ну мы будем в любом случае за Дмитрия болеть в любой ситуации. Дима, немалый опыт у тебя уже за плечами, огромное количество выступлений. Все-таки с каждым разом выступать становится легче, меньше волнения или все-таки присутствует оно всегда? Нет, ну оно меньше, да, становится меньше. Если вот каждую неделю выступать все чаще, у меня меньше волнения. Учитывая уровень мастерства, да, что все, в принципе, все, что можно было выиграть, ты уже выиграл. Наверняка остается какое-то свободное время на себя. Есть какое-то хобби, увлечение или музыка занимает все свободное время? Нет, музыка, я стараюсь сейчас музыку, только музыку и все, только Баян. Ну это ведь не мучение для тебя, то есть для тебя это удовольствие, да? Да, да, да. Ну это замечательно, это главное, чтобы приносило удовольствие. Спасибо большое, мы желаем успехов и как только выиграешь оставшиеся кубки, если они еще есть какие-то где-то, то мы обязательно свяжемся и пообщаемся еще раз. В нашем эфире. Спасибо, Дима, поздравляем. Спасибо.